Приветствую всех в своем конструкторском бюро и сегодня у нас третье видео по созданию компактного блочного арбалета с обратными плечами. В прошлом ролике мы изготовили блоки, а сегодня займемся колодкой, установкой на нее плеч и тетивы. Потому как одно цепляется за другое, без блоков невозможно измерить тетиву, без тетивы невозможно прикинуть размеры направляющей и примерить установку замка. Причем если тетива у меня имеется уже готовая и она вполне может подойти на мой арбалет, хотя эксцентричность блоков у меня изменилась с тех пор как я отмерил эту тетиву. Раньше втулки стояли на этих местах, а сейчас подшипники сместились в эту точку. А вот силовые тросы 100% придется отмерять заново, потому что я буду использовать несколько другую систему отведения тросов нежели раньше. Но не будем забегать вперед, обо всем по порядку. В принципе в этом ролике работы немного. Установить плечи, приделать на них блоки и отмерить тетиву. А ну да и конечно же сделать систему отведения тросов. Поэтому сейчас немного расскажу, что же вас ждет впереди. Сейчас начну спойлерить направо и налево, так что затыкайте уши, ну или же наоборот. Ну для начала напомню вам. Вот моя колодка, такого троглодитского виду. Ну не пугайтесь, в конце все будет более-менее прилично. Просто очень боялся, чтобы колодка не дай бог не сломалась, как это было у меня с луком. И поэтому запас прочности сделал как можно больше. Но зато вес при этом получился порядка двух килограммов. Это несмотря на то, что она сделана полностью из алюминия, легкого, казалось бы, металла. Ну и конечно при обработке все это дело поубирается и колодка станет несколько легче. Не знаю, грамм на 150, возможно. Здесь вот не пролилась рукоятка, как вы помните. Но это даже лучше, потому что рукоятку я решил сделать ближе к центру тяжести. И спусковой механизм у меня будет по системе bullpup. То есть компактность всего изделия еще увеличится. И удерживать арбалет станет намного легче. И также здесь можно видеть место для установки телескопического приклада. Приклад планирую сделать как на М-ке. Примерно вот такой. Может вот такой. Или вот такой. Но больше склоняюсь к первому варианту. И обязательно будет с регулируемой щекой. Делать планирую из литьевого пластика по пластилиновой модели с применением силиконовой формы. Эта технология для меня новая. Ну заодно буду осваивать. Специально рассказываю все заранее, чтобы был стимул к чему стремиться. Легче всего сделать какую-нибудь херню, а потом сказать, что так и было задумано. Зато теперь зритель сможет меня спросить. Дескать, обещал одно, сделал другое. Да и само интересно, что было задумано, а что на деле воплотится в жизнь. Стрелять планирую огрызками от лучных стрел. Вон сколько у меня тут их скопилось. Расщеперенных. Надо же их куда-то сбагрить. Поэтому рабочее название проекта будет утилизатор. Но это не точно. Ну на сегодня это все спойлеры. Давайте уже приступим к работе. Вот смотрите, с чем приходится работать. Эти тиски теряются на фоне колодки. Но других у меня нет. Раньше пользовался такими вот тисочками. Они все поворачиваются и так, и сяк. Вообще идея хорошая. Исполнение немножко подкачало. Сломались, зараза. И все, ничего с ними не сделаешь. В чугуняке, не знаю, можно что-нибудь приварить нельзя. Ну конечно бы вот эту вот штуку сделать полностью стальной. Тогда бы износу им не было. Ну пусть пока валяется, может потом руки до них дойдут. Ну для начала, конечно же, надо проточить подплечи. А то они сюда не очень вставляются. Но зато они будут хлябать. Хотя бы. Ну вот пойдет, больше не надо. Ну а теперь можно испилить лишнее. При пилении алюминия пользуйтесь всегда новыми острыми полотнами. Желательно с крупным зубом. Иначе вспотеете. Ну вот, уже почти минус 7 граммов. Не останавливаемся, продолжаем. Ну вот такой промежуточный итог. Сильно обтачивать не стал. Приберегу это до первого испытания. Потому что какой смысл напрягаться, если арбалет не переживет первого выстрела. Вес уменьшился примерно грамм на 200. Кто помнит, сколько там было. И сейчас займемся уже установкой плеч. Берем сверло по диаметру отверстия. А это 6,5 миллиметров. И намечаем, где будем сверлить. Поворачиваем на 90 градусов. И еще раз бьем. Чтобы получить крестик. По полученной метке уже керним для сверления. Для того, чтобы просверлить перпендикулярно ручной дрелью, используем своеобразную направляющую. Потому как в мой станок эта колодка не полезет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Затем берем нашу направляющую, которая, как ни странно, точно подходит к этому отверстию, даже не шатается там. Приклеиваем ее на двухсторонний скотч, затем просверливаем сверлом на 5 мм, далее расширяем сверлом на 6,5 мм и нарезаем резьбу М8. Точно так же делаем со вторым плечом. Притягиваем плечи болтами М8, пока что временно. И вот что у нас получается в итоге. Теперь нужно немного рассверлить отверстия в плечах, потому что отвертка сюда не входит. Ну вот как-то так. Установил блоки временно. Теперь нужно будет изготовить систему отведения тросов и отмерить тетиву и силовые троса. Потому как длина тетивы, по-моему, маловато. Для крепления блоков больших и маленьких изготовил оси из хромванадиевых отверток на 4 и на 5 мм. Проточил в них пазы при помощи бормашинки и дрели. И крепиться будет вот такими быстросъемными шайбами. Второй конец силового троса будет зацепляться за специальную деталь. Сделал я ее из стали и нержавеющей заклепки. Надеюсь, прочности ее хватит. Устанавливаться деталь будет под силовым модулем. И посредством нее силовой трос будет тянуть плечо прямо через ось. Дело в том, что на арбалете с обратными плечами раздвоенные тросы применить не получится. Вот так это выглядит в сборе. Немножко подклинивает. Надо шайбы поменьше поставить. Конечно, погорячился я, когда сказал, что работы немного. Пришлось еще направляющую сразу делать. Потому что без нее невозможно отмерить тетиву. Направляющую буду делать из вот таких вот алюминиевых планок. Про них я уже рассказывал в моем видео, как сделать направляющую для арбалета. Почему из них? Ну, во-первых, потому что они у меня есть. А во-вторых, потому что колодка моя проектировалась именно под такую направляющую. И что-то переделывать я сейчас не собираюсь. Соединятся планки будут при помощи вот таких вот проставок. Только уголок будет смотреть вовнутрь. Я его немножко подпилю. И оставлю прорезь, чтобы оперение стрелы проходило между планками. И вот только не надо меня поправлять, что там не стрела, а болт. По мне так вот это вот болт, а вот это стрела. А кто не согласен, идите в Википедию, редактируйте. Проставки имеют форму буквы Н. И сделаны из вот такого вот радиатора от какой-то советской аппаратуры. Заготовки буду склеивать. Далее сверлить отверстие, нарезать резьбу и стягивать все это дело болтами. Прикидываем длину направляющей именно в таком положении, чтобы при взведении блоки у нас не ковыряли землю. Это максимальный вылет блоков вперед. Ну и добавляем еще пару сантиметров. Тут еще должны будут разместиться стопперы. Примерно где-то вот так вот делаем. Конечно, можно было заранее сесть за чертежи, все это рассчитать, но мне так проще. Как говорится, не умеешь работать головой, работай руками. Вот что получилось после выпиливания планок. Уголок остался совсем маленький, меньше сантиметра. Направляющая стала на такую длину короче, чем у предыдущего арбалета. Плюс у того еще вот настолько где-то выпирал спусковой механизм. Поэтому сами можете посудить, насколько новый арбалет будет компактней. Все детали зашкурил крупной наждачкой, чтобы клей лучше схватился к алюминию. И, конечно же, все обезжирил ацетоном. Применять буду эпоксидный клей с временем фиксации 3 минуты. Поэтому сначала намажу одну сторону и приклею, а потом уже другую, потому что боюсь не успеть. Размещаем наши детали на ровной поверхности, оклеенной скотчем. И фиксируем мощным пальцевым захватом. Когда одна сторона схватится, намазываем и склеиваем другую. В это время как раз в доме выключили свет. Ненавижу осень. Шесть часов вечера, темно, как у негра в жопе. Ой, извините, хотел сказать афроамериканцы. Вот такая, короче, получилась направлялка. Весит собака 700 грамм. Что-то тяжеловатый получается арбалет у меня. Там 2,5 плюс здесь 700. Это уже 3,200. После склейки, значит, насверлил отверстий. Нарезал в них резьбу М4. И решил, значит, что у меня две половины будут стягиваться с двух сторон. Поначалу хотел сделать болты напротив для симметрии. Но потом, думаю, фикснее с симметрией. Лучше пусть будет прочнее. Здесь получается 1,5 см резьбы, нарезанной в алюминии. Ну, в принципе, должно выдержать нагрузки. Теперь направляющий нужно вырезать углубление под колодку. Колодка у нас будет входить в направляющую, потому что здесь силовая перемычка имеет такую же толщину, как и вся остальная колодка. Примерно вот до сюда буду отпиливать. И где-то вот на такую глубину. И примерно грамм 150 веса у нас уйдет. После выпиливания примеряем направляющую к колодке. И проверяем, чтобы ее поверхность была параллельно поверхности плеч. При необходимости подтачиваем плоскость колодки. И снова проверяем. Вроде бы как сходится. Затем центруем направляющую относительно колодки при помощи пластиковых вставок. Фиксируем это дело изолентой. И просверливаем отверстие под крепление направляющей. Нарезаем направляющую резьбу М6. И прикрепляем к колодке. Приклеиваем опорную площадку. Чтобы у нас направляющая не просто держалась на болтах, а опиралась на плоскость колодки. Центруем при помощи болта. По уровню выверяем также горизонтальную составляющую. Видно, что немножко вот в эту сторону нужно повернуть. Стачиваем немного заднюю опорную площадку. Она отклеилась, но в принципе функцию свою выполнила. Проверяем. По-моему, вполне нормально. Затем необходимо все полости заполнить эпоксидным клеем, чтобы у нас направляющая держалась не за счет болтов, а за счет плотного прилегания к колодке. Намазываем все места, в которых направляющая будет прилегать к колодке. Направляющую, оклеенную скотчем, помещаем на место и притягиваем болтами. Затем идем спать, до утра не беспокоить. Утром все это дело очень легко отделяется. Даже текстолитовая площадка опорная приклеилась, и каждый раз ее не нужно будет подставлять, чтобы закрепить направляющую. Все это дело плотно вставляется, и болты будут иметь всего лишь фиксирующую, а не силовую функцию. Проверяем симметрию плеч относительно направляющей. Разница составила около 8 мм. Берем брусок с наждачкой и стачиваем поверхность одного из карманов. К другому карману приклеиваем пластинку из алюминия. Затем фиксируем болтом и вновь проверяем симметрию. Чтобы устранить пропеллерность того же самого плеча, сделал вставки из стеклотекстолита. Затем карман плеча намазал тем же эпоксидным клеем и прикрутил на место плечо также оклеенную скотчем. Приклеил вторым заходом ту же алюминиевую пластинку и после высыхания вот что получилось. Поверхность гладкая и довольно прочная. При работе на сжатие этот клей никаким образом не растрескается. Из куска линолеума вырезал амортизирующие прокладки под плечи и крепящие шайбы. Две шайбы у меня остались от первого варианта лука, сделанные из алюминия. И две стальные, не знаю кто это было, но нашел в гараже у друга. Были вот такие своеобразные гайки с отверстием под ключик с центра. Систему отведения тросов поначалу сделал на роликах чтобы каждое плечо тянуло само себя. Если использовать специальный натяжитель, то блоки ведут себя довольно синхронно. Но когда укоротил тетиву, эффект получился другой. Одно плечо обгоняет другое, в результате полная рассинхронизация и нестабильность. К тому же подшипники не выдержали нагрузки, вот можете полюбоваться. Шарики внутри все смялись, как будто сделаны были, не знаю, из пластилина. Теперь опасаюсь, что подшипники, которые внутри блоков такого же качества. Поэтому решил вставить еще по одному подшипнику дополнительно. Как раз они очень вовремя подошли. Теперь надеюсь какое-то время проживут. Новую систему отведения тросов сделал также роликовую, но на другом принципе. Тросы проходят от одного плеча к другому и скользят по блокам. Блоки, в свою очередь, скользят по направляющей, сделанной из хромбонадия. Как можете видеть, блоки вращаются. Может быть не всегда, но за счет зеркальной поверхности, думаю, трения большого не будет. И за счет того, что ролики разного размера, тросы не трутся между собой. Зазор примерно около миллиметра составляет. С углом тросов, конечно, переборщил. Боялся, что оперение будет зацеплять. И за счет этого, при полном натяжении, наблюдается пропеллерность плеч. От которой придется как-то избавляться. Ролики изготовил из стали, от оси какого-то принтера. Технология изготовления до жути простая. При помощи различных напильников. Что самое интересное, довольно нефигово получается. Планировал сначала сделать по два ролика с каждой стороны и по две направляющих. Но никак не удавалось их разместить так, чтобы они не терлись. Поэтому решил нафиг эту симметрию. На луках вон тоже по одному роликовому отводу существует и вполне нормально работает. Это был первый вариант роликов. Новая пара получилась еще компактнее в длину. И поначалу планировал использовать тот же подшипник. Внутренности, конечно, ему залил эпоксидкой. Но во втором варианте также выточил ролик из цилиндрической заготовки диаметром 13 мм. Можно было, конечно, изготовить пластмассовый слайдер. Есть у меня кусочек такой вот изоляции. Она довольно плотная, но настолько трудно поддается обработке, что зашлифовать ее до зеркала, чтобы тросы не терлись, весьма проблематично. Окно под тросы выпилил сначала ножовкой, а дальше попробовал свой самодельный фрезерный станок. И сбор машинки и координатного столика. Вот вы ржете, а эти наушники реально защищают уши во время работы. А иначе шум стоит такой, что оглохнуть можно. Первый раз занимался фрезерной обработкой. Поломал три кукурузы. Вроде и подачу не сильно быстро крутил. Короче, хреново из меня фрезеровщик. И по итогу плечи работают синхронно, взаимо уравновешиваются, что приводит к большей стабильности. Рабочий ход тетивы составил 330 миллиметров. Каждому! И теперь наконец-то можно отмерить местоположение замка, изготовлением которого я займусь в следующем ролике. А на сегодня это все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был канал Кухонное КБ. До новых встреч. Всем пока. В это время как раз в доме выключили свет. В это время как раз в доме выключили свет. Да заткните эту хреновую собаку!